Эй, братуха, с тобой я, Данюха. В этом ролике мы поговорим про Крымскую войну и ее последствиях. В истории Крыма есть немало войн, но одна из них самая кровопролитная. И это Крымская война, или, как говорят некоторые на столике, мировая и мировая. А произошла эта война из-за передачи церкви в Иерусалиме про-французским и про-английским христианам, но церковь принадлежала исключительно пророссийским христианам. Это решение принял османский султан Абдул-Медзик I. На него надавили англичане и французы, так как Османская империя была на стадии краха, и Викобритания обеспечивала Турцию продукцию. Все это привело к разорению многих предпринимателей и поставило под угрозу экономику Османа. Еще началом войны послужило признание почти всей Европы Наполеона III. Он отправлял всем правителям государства Европы письма. Нарисен за второй было не исключение. Короли и император европейских стран были не против, и написали Наполеону III в своем обратном письме «Привет брату», что означало о том, что король согласен о правлении другого. Но Александр II обратился к Наполеону как друг, таким образом дал понять, что он против правления Наполеона III. После этого всего Российская империя заявила о правах на вассалах Турции, Балахи и Молдову и о проходе через пролив Босфор и Дарданелла российским военным и торговым судам. Турция отказала России. После отказа Российская армия, находившаяся в Польше и Южной Украине, без объявления войны, перешла ли границу Валахи и Молдовы, и за один день полностью оккупировала их. После взятия русскими валахи, русский флот на Черном море начинает атаковать турецкие торговые и военные корабли. Через несколько дней Российская империя официально объявила войну Османской империи, а наутрию следующего дня Великобритания и Франция вступили в эту войну на стороне Турции. Русский флот превосстрел турецкий в два раза, российский морской адмирал Вихимов после очередной победы над османским кораблем писал «Весь наш корабль радовался очередной победе, но только я один понимал о том, что последствия этой войны будут очень страшными для обеих сторон». На следующей неделе османские, английские и французские войска высадились около города Бахчисарай в Крыму. Поначалу армия турков прибегалась в сторону Бахчисарая вдоль шоссе, так же, чтобы лучше снабжать свою армию, англичане построили же до путя. Антанта в то же время высадилась около нынешнего Вилина и Песчаного. С этого плацдарма они начали свое наступление в сторону Севастопольской бухты и Бахчисарая. Английский пехотный полк с поддержкой артиллерии наступал вдоль берега в сторону бухты. В то же время французский кавалерийский полк наступал на Бахчисарай. Со стороны Ялты и Алубки три османских полка начали свое массированное наступление в сторону Гончарного и Куйбышева. Английские войска потерпели поражение под Орловкой, а французские дошли только до Кочаркина и выдохлись. Османская 1-я кавалерийская армия захватила деревню Форес, а 2-й и 3-й полк дошли до опорных пунктов в Соколином и Арамате. Через три дня англичане начали второе наступление в сторону Севастополя, но более доброшенные артиллерийскими залпами до Качи. В ночь с 10 на 11 ноября часть полка Англии и 1-го полка Франции обошли 1-ю пехотную полку Российской империи и взяли ее в котел, на котором на вооружении находилось около 30 артиллерийских орудий в районе немецкой балки. В плен Антанта взяла более 40 тысяч русских солдат и 15 артиллерий. Но на этом пока большие успехи и одной другой стороны закончились.